В мае нынешнего года закончился отопительный сезон. В настоящее время Ивангород обслуживает две новые котельные. Котельная номер 21, которая находится на парусинке, и котельная номер 28, расположенная в центральной части города. По оценке заместителя главы администрации по городскому хозяйству Константина Платонова, Леноблтеплоэнерго достаточно хорошо подготовила сети, и поэтому больших сбоев в работе не было. Однако существует проблема недоотапливания жилых помещений, которая на данный момент решается. У нас есть не очень хорошее положение на текстильщиков. Я провел переговоры с новым генеральным директором Леноблтеплоэнерго, и они мне пообещали о том, что в ближайшее время они заменят часть теплотрассы на текстильщиков, уберут насосную станцию. На насосной станции потери составляли от 10 до 12 градусов. Это только на насосной станции. Поэтому будет сделано спрямление этого участка. Насосную станцию, я думаю, что мы выведем из работы и напрямую будут уже получать тепло улицы текстильщиков. Поэтому моя надежда на то, что в этом году, значит, жители этих домов, особенно текстильщиков 4, текстильщиков 3, они, в принципе, будут с нормальным отоплением. Для проведения профилактических работ в конце июня будет отключена котельная номер 28 на 21 день. В этот период будут проводиться гидравлические испытания, в ходе которых выявляются и устраняются протечки и прорывы на тепловых сетях. На котельной номер 21 подобные работы уже выполнены, и она снова запущена в работу. Активные работы ведутся и водоканалом. На водозаборе установлены два новых насоса с частотными преобразователями, что дает экономию по потреблению электроэнергии почти в два раза. Значит, увеличивают работу этого насоса, и в течение полутора-двух минут давление в сети нормализуется. И когда мы принимали у них эту работу, как раз происходил забор воды котельной, значит, давление с трех килограмм упало до двух с половиной, в течение полутора минут, двух минут давление восстановилось за трех килограмм. Все это делается автоматически, без участия, значит, каких-то работников. Поэтому я думаю, что мы уйдем и от того, что люди будут жаловаться, перестанут жаловаться на давление в сетях, в водопроводных сетях. Однако на данный момент проблема с напором воды все же существует. Особенно это касается жителей верхних этажей. Из-за слабого напора невозможно пользоваться газовыми колонками и бойлерами. Что же делать в таком случае жильцам? У них должны стоять манометры. Даже если у них сейчас не стоят манометры, значит, у них должен быть переносной манометр, который они могут вкрутить и посмотреть давление воды. Если давление воды не соответствует тому стандарту, который необходимо, чтобы подавался на дом, значит, управляющая компания должна работать напрямую с ресурсосновляющей организации, то бишь, со сводоканалом и решать эти вопросы. Жителя это касаться собственника не должно. Жители наняли ТСЖ, наняли управляющую компанию и они должны заниматься этими делами. Значит, если давление на вводе в дом нормальное, тогда, значит, должны проверить стояки. Но, как правило, как правило, вот многие, когда приходят слесаря и начинают смотреть в квартире фильтры, есть фильтры, если установлен счетчик, у счетчика есть фильтр. Значит, после прочистки этого фильтра доход становится нормальным. Поэтому, вот я говорю, что жители должны работать с управляющей компанией напрямую. А какие стандарты, чтобы знать? На сегодняшний день, значит, вот я говорю, я лично был, принимал, когда вот эту насосную станцию, значит, на водозаборе, водоканал держит 3 килограмма на сети. В ходе подведения итогов о проделанной работе Константин Платонов озвучил планы на следующий отопительный сезон. Значит, создана комиссия, межведомственная комиссия, значит, составлен график работы данной межведомственной комиссии. И вот каждый месяц практически мы будем заслушивать управляющие компании и ресурсоснабжающие организации о том, что они выполнили, что они еще, что им не удалось выполнить, какие у них проблемы, чем поможет помочь администрация, значит. Но мы будем держать, мы будем держать, в общем-то, в поле зрения всю подготовку к отопительному сезону. Вот. Я думаю, что, значит, к отопительному сезону 2012-2013 годов мы подойдем уже более подготовленными, чем это было, допустим, 2011-2012 год. Поэтому я бы хотел, значит, вот от себя лично и от имени главы администрации выразить благодарность всем коммунальщикам. Напоследок Константин Платонов обратился к ресурсоснабжающим организациям. И хотел бы попросить их более ответственно подойти вот в этот период к подготовке уже следующего отопительного сезона. Чтобы у нас отопительный сезон начался вовремя, без всяких срывов, и чтобы люди не почувствовали, что у нас есть какие-то проблемы в этот отопительный период. Однако существует важный фактор, мешающий эффективной работе и подготовки жилого фонда и сетей. Я просто еще тогда хочу обратиться к жителям Иван-города. Я прошу жителей Иван-города все-таки набраться немножко терпения. Есть проблемы еще в Иван-городе. Я вас заверяю, жители Иван-города, что мы эти проблемы знаем и стараемся их решить. И хочу все-таки призвать тех неплательщиков, которые на сегодняшний день имеются и имеются в достаточном количестве, порядка 15% сегодня жителей не платят за жилищно-коммунальные услуги. Вы поймите, этих денег сегодня не хватает, чтобы качественно и в срок подготовить ваше жилье к отопительному сезону. Поэтому я вас очень прошу, чтобы вы прониклись вот этими проблемами и оплатили все ваши задолженности. Кому, если нужна рассрочка, подходите. Мы будем решать этот вопрос с каждым индивидуально. Готовы рассматривать любые варианты, но мы бы хотели, чтобы у нас неплательщиков в общем-то не было. Я хочу сказать, что на этой неделе к нам приезжает, в четверг приезжает старший судебный пристав по Кингисепскому району. Я так понимаю, дополнительное объявление будет завтра, во вторник. Они нам привезут эти объявления, которые мы будем расклеивать по домам. Значит, поэтому прием состоится в администрации. Но я хочу сказать, что мы сейчас с судебными приставами работаем в очень тесном контакте. И те, кто просто не захочет оплачивать за коммунальные услуги, по решению суда мы действительно будем заниматься выселением и забором имущества у этих должников. Поэтому я вас прошу, не давайте не доводить до вот такого абсурда. Оплатите сами. Кому нужна какая-то информация по вашим деньгам, по каждому собранному рублю, который вы сдаете, оплачиваете управляющим компаниям и ТСЖ, значит, если вам не дают такую информацию, хотя вся информация должна быть размещена и размещается на сайте, значит, вы можете либо позвонить мне, либо прийти ко мне, и вам дадут любую информацию, сколько денежных средств собрано с вашего дома и сколько денежных средств потрачено на ваш дом. Поэтому вся эта информация открытая, и по вашему первому требованию вы можете ее получить по управляющей компании, либо, обратившись к нам, мы заставим. Любовь Лепшина, Денис Шишигин, телеканал «Ареол», Ивангород. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова